Уже с утра на центральных улицах Симферополя ажиотаж. Все вспоминают события пятилетней давности. Теперь, можно сказать, все переживают заново. В руках у бронзовой девочки одного из главных монументов судьбоносного периода – живые цветы. На скульптуру с восхищением смотрит женщина. Для нее не имеет значения юбилей. Крым был с Россией всегда, пусть и не юридически, с родиной и останется. Да мы всю жизнь были в России. Мы просто жили при Украине. Но на самом деле мы были в России. Я сама родилась в России, в Челябинской области. Поэтому для нас всегда была Россия. Это первая пятилетка у нас была. Надеемся, что еще будет 150, а может и 1050 этих пятилеток. Не дает забыть о празднике ничто, в том числе цветовая гамма. Симферополь минимум на день превратился в живой триколор. Завсегдатой не только этого торжества. Эмиль, музыкант, крымский татарин, больше всего любит русскую народную музыку. И это не в целях дополнительного заработка. Ближе к вечеру все сердце Симферополя становится настоящим театром. Сюда идут с маленькими детьми на руках. Едут из отдаленных уголков страны. Поговорить о настроениях можно, пока не стемнело. А на сцену и вышли главные хедлайнеры вечера. Позже, когда на сцену выходят артисты, а их в этом году решили варьировать, местные таланты и звезды топ-уровня. В числе последних – любимая группа президента. Комбат из уст Николая Расторгуева сейчас, спустя пять лет, звучит особенно символично. Только вот в России, ее самом молодом субъекте, такие комбаты, что цели достигаются без кровопролития. Продолжительные овации встречают главного гостя концерта. Даже в праздник – лидер, решение которого зажгло глаза миллионов людей. Не только в Крыму и Севастополе, но также по всей необъятной. Поздравительные речи смотрят не назад, а в успешное завтра. Россия распахнула объятия, свое сердце и душу, и с радостью и восторгом приняла вас в свою огромную многонациональную семью. Мы много сделали за последние пять лет, но предстоит сделать гораздо больше. Создано только базовые условия для развития. Но мы сделаем все, добьемся всех поставленных перед собой целей, решим все задачи. Потому что есть главное условие. Оно заключается в том, что мы вместе, да? Поздравляю вас! Спасибо вам большое! Удачи и счастья каждому из вас! Полная правовая интеграция, измененная до неузнаваемости инфраструктура, свободные экономические зоны, прирост собственного производства. Перечислять успехи самого младшего, пусть и не исторически, сына России можно бесконечно. Здесь пережили происки врагов и показали, что не только приходить с мечом в Крым чревато. Губительны и подобные мысли. За спасительную руку Родины весной 2014-го ухватилось почти 98% крымчан. А приезжавшие сюда делегаты европейских стран убедились, все произошло по закону и не могло быть иначе. Отметить юбилей в праздничный день пришли 30 тысяч человек. Такого количества хватило бы, чтобы заполнить Олимпийский стадион в Москве. Тарас Брезицкий, Анна Беляева, Евгений Стариков, Артур Чалый. Служба новостей и ТВ.